Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. 19 октября. Вот я пошла в магазин. И сейчас я сниму для вас небольшой сюжет. Мне можно было бы идти на остановку вот к тем домам, где через новый массив многоэтажный. Но я пойду по частному сектору, чтобы показать вам несколько домов очень интересных. И рассказать историю, связанную с одним из домов, что меня связывает с ним. Про дороги к утреннему сюжету написали комментарий, что ваши ямы, наверное, не заделывают. У нас в частном секторе не принято ремонтировать дороги. У нас ремонтируют только там, где вот такие вот люди живут в многоэтажках. У нас дороги, я здесь живу, сейчас скажу сколько, 35 лет в этом доме, на этом месте. Ни разу у нас не асфальтировалось, не ремонтировалось, не делалось ничего. Но нет такой моды. Пойдемте. Вот хочу еще пару слов сказать. Вот здесь смотрите, видите, огорожена сетка рабица, прям, ну как, до самой дороги. Это вынужденно сделала я, потому что тут было, короче, такое место. Тут было полдома нежилых и брошенные. Здесь росли деревья. И как у нас часто бывает, там, где люди не живут, начали здесь люди складывать мусор, даже привозили с других районов города. Здесь была большая мусорная куча. Я писала в администрацию, никто ничего не смог мне сделать. Тогда мы этот мусор весь, короче, переработали, как, что могли, сожгли, что не смогли сжечь. Вон там кучу складировали. Я сделала альпийскую горку, это вам покажу. И пришлось закрыть это место сеткой рабицей, чтобы уже предотвратить дальнейшее собирание тут мусора. Но зато теперь здесь у меня живет земля. Я когда привожу, у меня здесь, вот видите, нынче уже завезла, для будущего года, для рассады, машину черной земли красивой. И вон там с весны томится, томится перегной, чтобы был уже полностью такой перепревший, хороший. Вот бывшую мусорку я заняла. Хочу особо рассказать про лужи. Вот я сейчас иду прям по самому, по самому, по бортику. У нас во время вот такой дождливой погоды, конечно, ходить по улицам невозможно. Вот идем по бортику, по бортику. Вот эти люди вынуждены даже здесь дамбы выстраивать, чтобы, когда проезжает машина, не хлынула туда. Вот так вот ремонтируются у нас улицы. Это люди сами уже пытаются как-то помочь себе. Ну, говорят же про утопающего и про отдела рук самих утопающего. Но вот здесь вот, если ребенок зайдет, он, конечно, завязнет. Зато как любит мой внук эти лужи. Я всегда боюсь, что он или завязнет там, как в болоте, или утонет совсем в этой луже. Ну вот, дошла я к тому, до того района, вот приблизились дома. Чем ближе к благоустроенным домам, тем больше цивилизации. Появились даже вот эти вот островки. Вот эта дорога. И появились... О, чудо! У нас есть асфальтированные тротуары для пешеходов. Это сделали только в прошлом году. В прошлом или в позапрошлом. Когда делали, порвали нам все телефонные кабели. Не работал интернет, не работало в несколько дней еще что-то. Ну, все, что связано с телефонами. Ну, это далеко от нас. Вот, кстати, я прохожу мимо такого места, про которое я говорила. Как только где-то люди найдут место, где никто не живет, сразу же начинает образовываться мусор. Вот, смотрите, в прошлом году снесли вот этот дом. Ну, по программе ветхого жилья. Ладно, там остался строительный мусор. Моментально налетели, как галки. Закидали все мусором. Ну, не моментально, конечно, но за очень короткий срок все сюда бросают. Ну, вот это явно, что привезено аж в мешках. Эти куклы старые. Короче, а ведь мы, как здесь живем, вот напротив живут люди. Сейчас покажу. Это жилая улица, все. И мне интересно, администрация, конечно, не будет все это вывозить. Нет. Мне интересно, что администрация очень долго ничего не делает с этими участками. Стоит уже второй год. Можно было бы продать кому-то, отдать. Каким-то многодетной семье, может быть, под дом. Мусорка разрастается, разрастается, разрастается. Кошмар. Вот они, пакеты прям кучами-кучами лежат. Там уже начали новые места обживать мусорщики. Да, прогулка не очень приятная получилась. Ну, короче, завалили. Я просто давно здесь не проходила, завалили все полностью мусором. Вот это называется блеска нищета, про которую я говорила вчера. Смотрите, легким движением руки мы поворачиваемся. Оп. Вот он район, где все чисто, где все хорошо, где придомовые территории убираются. И тут же напротив этих многоэтажек огромная свалка. Это у нас такая улица Иркутская. Вот видите, с этой стороны все хорошо. А тут... Ну, это бесхозяйственность, конечно. Я считаю, если не можешь, нет возможности сторожить этот участок и убирать, надо было людям отдать или продать. В частных руках такого не было бы. Кусечка, ты тут живешь? Так, вот мы идем дальше по Иркутской. И, наконец-то, зашли до того дома, о котором я хотела рассказать. Тут их два. Я их называю дома-замки. У меня они раньше казались такими, ну, как бы, ну, какими-то необычными. Вот представьте. Сейчас машина проедет, перейдем. Идешь, идешь, идешь по улице. Маленькие, маленькие, маленькие домики. Хоп. Тут вырос такой дом-замок. И что самое ужасное, их сейчас собираются все сносить. Ну, все такие старые дома. Почему-то именно они попали у нас под снос вот это аварийное ветхое жилье. Хотя у нас вот, видели, я показала маленькие домики, более 100 лет в частных руках, которые люди живут. У них ничего страшного. А эти дома такие красивые. Я вот прям живу недалеко отсюда. Всегда иду и смотрю на них. Сразу же вот немного расскажу о таких домах. Смотрите, у нас город такой, как бы, необычный, отличный от других. Если другие города там, например, ну, строили какой-то, находили, например, ну, золото или какую-то руду. И, ну, старинные богатые люди, например, решили там строить завод. Они строили завод и начинали туда всякие на заработки, работяги, ну, съезжаться, короче. Они вообще прирастали вокруг этих заводов производств. И другой вариант развития разных сел, городов там больших. Просто вот эти скатерги, которые сбегали, они сбивались в кучки и где-то образовывали поселение. Потом дальше, больше, дальше, больше, ну, раскропнялось и все. А наш город особенный, потому что, я уже говорила в прошлом году в видео, то его создали, как бы, принудительно. Вот Петр I решил заградительное такое сооружение сделать. Нашел подходящее место, вот поставил точку. Вот здесь будет вот такая Бекатунский острог, крепость для того, чтобы защищать эти торговые пути российские от набега, все. И изначально первые жители были не какой-то там сбродка торжани, не работяги, а сюда завезли вот этих офицеров, солдат, священника. Ну, короче, первые жители были такие элитные, образованные, приехавшие из центра России. Они потом привезли свои семьи для их нужд. Естественно, начали создаваться уже эти всякие лавки, магазины. И поэтому город, а так как выбрал Петр I очень удачное расположение, на пересечении водных путей, вот этот вот с Китая, с Монголией, все пути здесь проходили. И тут было место такое очень удачное, прибыльное. Тут очень быстро начала развиваться торговля, купцы. Ну, тут, короче, бедных людей не было, к чему я все это веду. И у нас старый вот этот район города, половина вот всех этих зданий, все было выстроено из кирпича, строили на века. Если в других городах в это время возводились деревянные постройки, у нас кирпич. И смотрите, как, с какой любовью все эти старинные дома строились. Здесь видно было, что люди в средствах, как были, не ущемлены. У них и деньги были, и вот фантазия. Вот эти все финки, флюшки, все эти, если присмотреться, фигурные вот эти кирпичи, это же все обтачивалось вручную. Раньше не было фрезеровочных всяких таких токарных станков. Вот круглый кирпич, кирпич всякими вот такими фигурками. Ну, короче, очень красивейшее издание, строились на века. И я потом вам покажу второвский пассаж. Второвский пассаж, который строился всего за несколько лет до революции. А купцы вкладывали и строились. Значит, люди здесь у нас в глубинке, они не думали, наверное, они не мечтали ни о свержении какого-то там царского режима. Все это за два, за три года до революции возводились огромные, богатейшие здания. Люди тратили огромные деньги. Думали, что будет так вечно. Вот сейчас эти дома начинают сносить. Ну, все, это будет последний объект, о котором я хочу рассказать. Он такую особую роль играет в моей жизни. Сейчас я расскажу, почему. Как обманули маленькую девочку. И почему я теперь навсегда знаю, что... Чтобы не было разочарований, сразу заходите сзади и смотрите. Вид сзади. Сейчас я перейду туда и... Ой, чухнуть хочу. О, повесили тапличку какую-то. Я вот недавно была. Сейчас расскажу, смотрите, он весь обшарпанный. Из шлакоблока какой-то прилепили сбоку. Сейчас мне надо перейти туда. Пожалуйста, знакомьтесь. Это дом моей мечты. Лет 40-45 назад, когда я в этом районе вообще еще не жила, когда не попала здесь дома, вообще не знала даже название этой улицы. Всегда проезжая мимо этого дома на автобусе. Я там маленькая девочка, ну пусть там в 16-17 лет, смотрела на этот дом. И он мне так нравился. Мне казалось, это вот такой замок принцессы. Я всегда мечтала. Думаю, вот если бы я жила в этом доме. Вот там вот, видите, вон окошечко. Думаю, я сидела бы в этом окошечке и наблюдала бы за проезжающими машинами. Мне казалось, он таким красивым вообще. Но, как вы видите, ну это было раньше советское время, все. Я даже не мечтала, не думала, там, как-то, что я когда-то его куплю, все. Просто это были мои мечты. Он мне казался вообще самым красивым домом, который я когда-либо видела. Видите, тут в советские времена, в советские времена была у нас мода красить все побелочкой. Чтоб чистенько было. Ну, бедненько, но чистенько. Вот его белили побелочкой. Всю эту, конечно, красоту кирпичного цвета забелили. Тут, видите, пристроена еще из шлакоблоков какая-то уродливая пристройка. Иркутская, 5, адрес. Сейчас прочитаем табличку. Но таблички раньше не было. Я когда прочитаю табличку, потом расскажу о кончании этой моей истории трогательной о принцессе в замке и о моем разочаровании. Ну, это что-то с чем-то. Это вообще я в шоке. Объект культурного наследия регионального значения дом Чеканова, 1892 год, охраняется государством. Ой. Мне кажется, что очень стыдно было бы вешать табличку «Охраняется государством» на дом в таком состоянии. Он же, наверное, не вчера стал этим, кто он, объектом культурного наследия. Ой-ой-ой. Теперь сейчас расскажу о кончании истории про разочарование маленькой девочки. Когда я ездила в автобусах мимо, я всегда представляла это таким замком, каким-то сказочным, каким-то невообразимым. Но потом, когда я стала жить в этом районе и когда я стала ходить пешком, я увидела, что если вот так вот зайти сюда немножко, то видно, что красивый только фасад. Смотрите, все, на этом красота кончается. Дальше он как-то дом... Ну, я не буду говорить, что из чего-то плохого он построен. Ну, короче, я потом начала смотреть на другие дома, и оказалось, что раньше это было... В строительстве было так во многих у нас зданиях, что выстраивается очень красивый вот этот вот фасад, а все, что сзади, вот задний двор, заднего прохода, там не очень старались навести красоту. Главное, вот такой фигурный, красивый, ажурный фасад. И это у купеческих домов было, и все. И вот с тех пор я вывела для себя такую формулу. Если не хочешь разочарований, сразу посмотри на вид сзади, чтобы этот замок был не только вот эта вот фигурная, вот эта стена красивая, чтобы он был весь добротный, весь такой. Ну, я, конечно, не часто хожу по таким дворам, захожу туда сзади. Мне достаточно вот этого вот, такого домика. Просто получается так, что мечтаешь об одном, а на самом деле выходит совсем другое. Ну, вот я сегодня прочитала вот эту табличку, очень разочаровалась, конечно, в охране государства, которое так плохо охраняло мой дом мечту. Довели его до такого состояния, что он весь облухленный стоит. Зато новая табличка. Все, до свидания. Кстати, я снимала в прошлом году видеоролик под названием «Виск, исчезающий город». Показывала там второвский пассаж, вплоть до того, что уже говорила Туле Путину писать, чтобы остановили вот это разрушение, исчезание вот этих наших старинных купеческих зданий. Нужно сейчас побольше поездить, сделать фотографии. Возможно, что мой внук уже и не увидит всех этих домов. Все. Жаль. Жаль.